здравствуйте это наша студия подкастов и очередной гость уже здесь это директор по маркетингу сервисов компании яндекс андрей юлианович сибран здравствуйте еще раз прежде всего разрешите поздравить вас с праздником день студента сегодня в концепции life long learning все мы студенты всю жизнь да на самом деле все равно хочется больше всего поздравить тех кто даже по формальным признакам сейчас студенты потому что отличный очень правильный праздник вообще вот татьяне день в этом его воплощении очень люблю а у вас хотел бы спросить если все мы учимся всю жизнь что лично вы последнее выучили узнали для себя изучили ох да трудно сказать на самом деле сейчас вот я долго изучал а что такое люди называют метавселенной слово стало модным ну вот буквально в прошлом году когда она сначала появилась в игровом мире а потом кирберг его вот поднял на щит и теперь все по любому поводу говорят что они строят метавселенную пришлось разбираться так ну и наконец-то мне кто-то объяснит доступными словами значит что же такое метавселенная не объяснит потому что результат вскрытия оказался такой каждый понимает то что ему выгодно вот цукерберг понимает виртуальный мир в которой без его очков ну и других очков но в котором его продукт никто ничего не сделает и для него на самом деле метавселенная удивительно но синоним хорошего виртуального мира и тоже для людей из игровой индустрии а для людей которые занимаются другими продуктами например крипты метавселенная то что то такое красивое мультимедийное но главное что на блокчейне ну а для нас вот людей которые делают сервисы прямо сейчас это удивительная смесь виртуального и реального миров и на самом деле для меня вот поскольку я все-таки тиректор по маркетингу и в этом смысле немножко отвечаю за коммуникации это очень удобная метафора очень удобный образ для того чтобы рассказывать о современном мире в котором его цифровая сторона его материальная сторона вот так везде переплетены запутаны и собственно говоря именно так метавселенная выглядит у человека который придумал этот термин у писателя который написал сноукрэш лавину анила стивенсона и который собственно запустил в оборот этот термин потому что редкий случай его придумали не технарии даже не пиарщики описатель сервисы яндекса помогают так сказать вашему пониманию поэтому по этой метавселенной передвигаться да самый простой самый яркий пример это погода вот казалось бы погода простой сервис но когда ты смотришь на карту осадков и там есть такой движочек по времени и ты когда его двигаешь назад это очень простая ну по логике своей очень простая операция ты просто обращаешься к базе данных где шел дождик там 10 20 минут назад и это просто запись базы данных которые получены от датчиков очень в общем простой контакт с материальным миром датчик дождя показал или радар и вот и занесли в базу а тебе нарисовали это облачко на карте но этот же самый движок ты можешь сдвинуть в будущее а у тебя не может быть записи в базе данных о том что будет через полчаса ну не состоялось это еще датчика еще нет который в будущем находится но у тучи есть цифровой двойник и мы можем спросить цифрового двойника у которого время живет так как мы это захотим где эта тучка будет находиться и где какой дождь из нее будет идти через полчаса в будущем и вот эта история когда у тебя назад ты просто общаешься двигая этот движок по времени назад ты общаешься просто с обычным записанным образом материального мира а двигая этот же движок вперед в том же интерфейсе ты уходишь в будущее и задаешь вопросы цифровому двойнику тучи вот тот факт что у всего на свете потихоньку появляются цифровые двойники от книжки потому что мы возмущены в электронном в книжном магазине если какая-то книга у нее нет электронной версии то есть как нет электронной версии а если я вот бумагу давно не читаю я вот леса спасаю и вот это нормальное повседневное наше уже представление о том что мир он и цифровой и материальный странно если у книжки нет цифрового двойника теперь выясняется что для того чтобы прогноз погоды строить у каждой тучи есть свой цифровой двойник а придешь на современное такое настоящее предприятие хорошо оцифрованное выяснить что там есть цифровые двойники станков машин турбин чего угодно именно они позволяют избежать аварий или каких-то простоев когда мы дождемся того момента когда весь мир будет оцифрован и мы сможем сдвинуть этот рычажок вперед и узнать что нас ждет в целом как цивилизация а мир не предсказуем понимаешь вот с той же тучи есть тонкости вот все эти движки они кончаются где-то на двух часах а дальше ну там примерно как-то на следующей неделе может быть пойдет дождь но мы ни за что не отвечаем как же я смотрю погоду на неделю вперед на две ну и как она тебе на неделю вперед забывается я забываю что я смотрю его либо ты забываешь либо на самом деле если внимательно смотреть на следующий понедельник прогноз будет меняться всю эту неделю он сегодня один в среду он будет другой в пятницу третий но в понедельник кратковременный прогноз когда заработает цифровой двойник будет немножко получше и от прекрасное свойство нашего мира что у нас нет никаких шансов на его полную предсказуемость вычислимость ну и вообще простоту он сложный и непредсказуем тем не менее вы как один из первопроходцев рунета прошли весь путь вместе с ним можете ли вы предположить что ждет интернет пять десять лет какая сейчас самая долгосрочная перспектива ох не знаю во первых я очень надеюсь как ни странно у меня будет очень приземленное соображение я очень надеюсь что через пять десять лет вот все сегодняшние различия в доступности интернета чисто географической будут за счет технологических решений новых или просто распространение старых сильно сглажены потому что что мы увидели за эту пандемию это то что одно дело рапортовать что вот в каждой школе есть высокоскоростной доступ куча оборудования вот ушли школы в локдаун ушли школы на дистант и вдруг оказалось что нифига что может там какой-то канал и есть но он не работает может там какое-то оборудование есть но им никто не умеет пользоваться и вот история что сейчас зависимости от того просто где ты живешь ты сильно перекошен в возможности к использовать вот тут цифровую сторону метавселенной и это страшно обидно это страшно нечестно потому что именно вот цифровые технологии все то что вот мы за пандемию научились делать они в общем сильно расширяют возможности людей независимо от места их пребывания и потом вдруг оказывается что какой-то поганый дохлый канал их отрезает от этой возможности я очень надеюсь что вот как мы там живем в москве и у меня тут дома оптика это станет норма у всех дома оптика но если не оптика то там же 5g быстрый еще что то то есть я очень надеюсь через несколько лет сильная сейчас зависимость от скорости подключения станет ну такой же как типа у меня дома водопровод всех водопровод а у нас квартире газ да да а у меня электричество на эффект тоже во время пандемии актуализировалась еще одна концепция если мы говорим это вука мир английский акроним от слов нестабильность неопределенность сложность неоднозначность как вы оцениваете вообще эту концепцию она действительно такова наша современная реальность или вся такой была вот я когда первый раз услышал про вука мир мне тоже как где-то во время пандемии начали про него спрашивать я бы постойте а давайте мы рассмотрим антонимы этих слов вот предсказуем стабильность определенность легкости однозначности да и это что похоже вот применить эти антонимы 2019 счастливого нет какой-то предсказуемость кто-то чего-то все время тут изобрели там какой-нибудь цунами случилось здесь там не знаю военный переворот еще что-нибудь это были какие-то точечные события тут объединившая весь мир добро ситуация да бросьте на самом деле может быть просто время чуть ускорилась пандемию и вдруг там оказался ой как быстро что-то изменилось вот вчера летал куда хочу сегодня из дома без qr-кода не выйдешь не то что полететь ну да это вот изменение которое произошло быстро но ведь если посмотреть на чуть-чуть большем масштабе там десятилетий ну посмотреть прогнозы там не знаю десятого года страшно сказать двухтысячного года них не будет ни одной соцсети но не было в двухтысячном понятии как социальная сеть там неважно вконтакте фейсбук чик ток что угодно и как-то вот все там говорили о будущем в котором нет элемента который на сегодня кажется то есть как это мир в котором мы вот не можем общаться в интернете то есть это что и это изменило все там начиная от выборов президента в америке кончая нашу повседневную жизнь откуда мы информацию берем и где мы тусуемся получается один человек смог изменить весь мир условно цукерберг когда изобрел фейсбук или основатели твиттера те люди которые создавали соцсети те люди которым пришла такая идея ну они изменяли мир конечно во главе каких-то своих компаний но я бы не сказал что вот прямо эти люди тут я твердо уверен что это как с любыми другими изобретениями вот инштейн изменил мир но простите вот мир как мы теперь хорошо знаем в нем действительно есть какие-то квантовые сущности кстати еще одна причина непредсказуемости вот завтра будут работать квантовые компьютеры а квантовая физика она все время про то что ребята много неопределенности много непредсказуемости мир так устроен изначально на фундаментальном своем уровне так вот если бы инштейн не изменил мир но изменил бы другой человек что кто-то рано или поздно все равно так или иначе сформулировал бы ту же теорию относительности ту же квантовую теорию света который он тоже на самом деле руку приложил все эти истории они конечно в итоге воплощаются через какого-то человека но вот кажется что развитие вот таких больших вещей которые потом все человечество охватывают все равно мы туда бы пришли ну может быть не с помощью шукерберга повезло бы и дуров бы первую сеть построил то есть некоторая предопределенность в развитии все же есть если мы не во линчилось вот что может дару вот в этом смысле что такое изменится люди будут по-другому общаться люди будут хотеть все время удлинять свою жизнь например вот действительно огромное количество усилий человечества начиная с древней медицины кончая современным биохакингом это вот про то что я хочу жить дольше и по возможности все это время полноценно ну да но что в итоге сработает какая-то химия или какая-то генетика или какие-то физические или вообще переселюсь в облако фиг его знает но понятно что есть вот такая фундаментальная потребность жить долго и счастливо и люди будут как-то ее реализовывать но потом окажется что они реализовали так как нам сегодня в голову не придет много неопределенности много нестабильности если перейти от философских вопросов к прикладным вот нынешнему студенту ему то какую профессию например выбирать если ничего не плевать а наплевать на самом деле какую в профессию выбирать ему главное быть готовым к тому что у него есть высокая вероятность что счастлив он будет не в той профессии как он сейчас выбрал прости я здесь на собственном примере легко могу это объяснить потому что ты вот меня представлял ну там наврал мою должность наплевать я там называюсь директор по стратегическому маркетингу кайфик разница я директор по какому-то там маркетингу в интернет компании вот когда я кончал физтех это был 77 год то при всем желании планирую свою карьерную траекторию я не могу предположить что я буду директором коммерческой интернет-компании по маркетингу потому что вообще из этих слов тогда было компании директора тинг был где-то на западе но в советском союзе мы его не знали коммерческие компании как концепция опять же были где-то там нового помилуйте советский союз какая коммерческая компания интернета конечно же не было ни там ни семьдесят седьмом году даже в зародыши и попасть вот в этот интересный очень кусок своей карьерной траектории когда я перестал заниматься физикой да и в начале я кончу из тех честно пошел и занимался своей экспериментальной физикой очень мне это нравилось но потом возник интернет и потом мне стало нравиться это бы я ушел туда а потом выяснили в интернете есть маркетинг это совершенно непонятные хрень ну который очень похожи на экспериментальную физику чем немножко тогда шокировал традиционных маркетологов когда я стал объяснять что ребят маркетинг это эмпирическая наука вот почему как что-то потому что ты смотришь на то что они делают и понимаешь что ребят ну то есть вы генерите какую-то гипотезу ну например о том как вы хотите увеличить продажи продажи был простейший вариант да или там какие-то еще свойства вашего продукта и доход вашей компании генеривши эту гипотезу вы ее как-то тестируете или не тестируете зачем-то сразу идете сказать в массовый продакшн и потом смотрите по результатам гипотеза была правильная или нет ну то есть вы коряво не умею методологически экспериментировать занимаетесь экспериментом только у вас в качестве эксперимента не вот окружающая среда как у физика а ваши пользователи покупатели вот люди вокруг но давайте работать корректно генерировать гипотезу продумывать как поставить эксперимент так чтобы он давал ответ именно по поводу вашей гипотезы они вообще давайте посмотрим что они думают смысл если вы правильно сгене сформулировали гипотезу четко поставили эксперимент который отвечает на вопросы которые соответствуют этой гипотезе правильно его спроектировали правильно провели хорошо при собрали данные их проинтерпретировали то вы получили конкретный ответ, который на самом деле выражается в эффективности вашего маркетинга, в эффективности в том числе денежных. Но такой подход, он немножко диким казался 20 лет назад. Сейчас, кстати, уже нет. То, что я сейчас говорю ребят современных кафедр маркетинга, ну да, а что, да, мы учим статистику, да, мы учимся экспериментировать, да, особенно это хорошо в диджитале, где там дофига параметров, которые можно преследить. То есть фундаментальные науки все равно ценятся даже в современных, еще не зародившихся каких-то, может быть, сферах. А у науки есть такое свойство, что у него подходы правильные. Почему вот современные, казалось бы, чисто коммерческие вещи очень часто называются наукоемкое производство. И вот интернет-компании, люди, которые работают в диджитале, они занимаются именно наукоемким производством. Вот на самом деле ТикТок, это строго говоря наукоемкое производство. Поэтому многие вещи, которые ты там делаешь, если у тебя есть базовые представления научной методологии, ты их делаешь эффективнее. А алгоритмы? Везде, кругом царят алгоритмы? Да, иногда это алгоритмы, иногда это, например, просто умение наблюдать. В науке очень важно умение наблюдать. Хороший, неважно, ТикТокер, Инстаграмер или автор какого-то умного кода, это человек, который пронаблюдал, увидел, что вот здесь какая-то есть проблема. Я, кажется, знаю, как можно попробовать ее решить. И решил. Эта проблема может быть самая разная. Как привлечь внимание людей или как там улучшить какой-то кусок нашей жизни. У нас сегодня День студента и марафон День студента со знанием продолжается. Хотелось бы, может быть, вспомнить, каким студентом был Андрей Сибрандт. Ты из теха легендарного. Да разным очень. На самом деле я был студентом, который, что очень важно, вот особенно сейчас, потому что с тех пор все-таки темп жизни реально ускорился. Я был студентом, который при всей своей увлеченности, да, у меня красный диплом, все хорошо, там, с третьего курса научной работы публиковал, но на все каникулы я сваливал, тогда вариантов отдыха было несколько меньше, чем сейчас. И я придумал, ну, как положено в физтеху, нестандартное решение вопроса, поскольку не было туркомпаний, зато были геологические партии. Вот часть студентов, наверное, с ума сойдет, если я не скажу, что у меня первая запись в трудовой книжке «коллектор». В современной терминологии это людей как-то пугает. Но у этого слова, помимо банковских аспектов, есть еще наименование такого двуногого вьючного животного, который идет за геологом, и когда геолог отбивает какие-то камушки, которые вот образцы геологические, он себя не нагружает, он в это время головой работает, а с ним рядом идет коллектор, такой вьючное животное с большим рюкзаком. Камушки складывают ему в рюкзак. К концу маршрута это, может быть, 40-50 килограмм камней, которые болтаются у тебя на спине. И так каждый день. И я стал записываться коллектором в геологические партии. Я посмотрел те места, куда сейчас люди за миллионы летают на вертолетах. А мне еще доплачивали, что туда поехал. Ну и опять же кроссфит в своем роде. Да, но самое главное – полное переключение. То есть на самом деле я сейчас, поскольку могу немножко взглянуть вот респективно на своих однокурсников, разных всяких друзей, все-таки гораздо лучше на очень долгом этом периоде выжили и чувствуют себя сейчас и жизнью довольны сейчас те, кто все-таки не просто вот «все, я сфокусировался на науке, для меня кроме науки ничего не существует, я там не хожу в театр, никуда там на природу, или если хожу, то хожу с учебником», они как-то быстро сошли с дистанцией все. Ну то есть быстро как? Через 20 лет. «Выгорание» столь популярное ныне как термин? Ну да, сейчас я его не очень люблю, потому что это не то, что «выгорание». Ну в общем, да, окей, на простом современном жаргоне, да, скажем «выгорание». Оно может уступить не сразу, но вот эта вот излишняя вязкость мышления, депрессии, когда ты там вроде работаешь много, зарабатываешь много, но все спускаешь на любимого терапевта. Для тех людей, которые с самого начала, яро отдаваясь там, неважно, физике, какой-то другой науке, при этом находили время от нее полностью отключиться, потому что в то время не было интернета, и, казалось бы, вопрос детокса не стоял. Но нет, мы использовали простейшую мелочь. Уходя в походы, и потому что это уже потом, когда кончилась геологическая история, продолжал просто в походы ходить, или в геологических партиях, мы не брали с собой протосивных приемников, они уже были тогда. Но никакого радио вот на этот, неважно, месяц или на эти две недели, вообще никакого информационного контакта с миром. Тогда не было еще современных всех этих историй про цифровой детокс, но общее соображение, что ты должен отключиться от любой информации. Какой там, нахрен, учебник в рюкзаке? Ничего. Вот спички, костер, топор, что угодно. Ну, плюс-минус, да, иногда. Сейчас так же? Это актуально? В нынешнем мире вообще возможно ли это? Например, вам удается отключаться? Да, да, да. Я просто сейчас, ну, теперь другие способы, немножко другая география. Но как-нибудь в онлайне-то, когда все там происходит, в компании, в стратегическом маркетинге? Фигня. Вот это очень плохой процесс, что он завязан на меня. То есть, типа, если на меня, не важно, что там, завтра в городе кирпич упадет, процессы рассыпятся, это нехорошо очень. Выстраивать процессы, настолько завязанные на себя. Поэтому нет, это как раз нормально, что в этот момент ребята сами решают эти вопросы без моей помощи. Поэтому нет. Послушав вашу историю, особенно о студенческих годах, кажется, что все складывалось благополучно, успешно. Есть ли какой-то совет, который вы могли бы дать себе, студенту, который мог бы помочь? Ну, вот, наверное, я бы все-таки посоветовал себе в те годы чуть больше посмотреть, может быть, взять парочку каких-нибудь доп. курсов по всяким вещам, связанным с компьютерами. В то время, правда, меня это совсем не волновало и не интересовало. В то время экспериментальная физика, она вся была на совершенно аналоговых приборах. И как-то вот, ну, а зачем мне это программирование? Данные, которые, ну, там есть вот теоретики, они работают с вычислительной техникой, и они, пускай, с этим разбираются. Потом мне пришлось это сильно наверстывать. И, в общем, наверное, если бы я еще со студенческой скамьи больше бы было у меня вот этой практической цифровой грамотности, понятно, что потом пришлось учить и интерфейсы, и программирование на разных языках, потому что появились еще в то время, пока я даже был в физике, а не ушел в интернет, уже появились цифровые осциллографы, какие-то другие цифровые приборы, и надо было их как-то стыковать там вместе, и потом эти данные уже были такого размера, и что их можно было обработать только там, ну, тогда на БСМ-6, но все равно на приличное ношение. Вот, и если бы я все это дело предвидел немножко, у меня не было мысли, что вычислительная техника займет столько в науке, я бы, наверное, немного больше в этом месте посовершенствовался. Ну, и краткий один совет нынешним студентам, на что им обратить внимание в режиме БЛИЦ? Ну, вот на самом деле, вот это про то, что когда я говорю про метавселенную, я имею в виду, что цифровая ее сторона так же неотъемлема от нашего мира, как материальная. Поэтому, чтобы уверенно себя чувствовать и там, и здесь, вот мы же изучаем там физику, там химию, в школе просто живут базовые знания об окружающем мире. Вот всякая информатика в любых ее проявлениях — это кусок окружающего мира. Учить ее вот то, что, собственно, я бы сделал сейчас с собой, если бы мог вернуться туда, учил бы на языке, еще что-то, это с вуза быть уже своим, на «ты» со всей этой цифровой стороной. Это критически важно. Это был Андрей Сибрант, директор по стратегическому маркетингу сервисов компании «Яндекс». Так, правильно? Без сервиса. Без сервиса. Компании «Яндекс». И его совет всем студентам обратить внимание и на метавселенную, и на окружающий мир, и не забывать переключаться.